ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В марте начали действовать новые санпины, которые ужесточают требования к уборке многоквартирных домов. Необходимость эта была обусловлена пандемией. В частности, влажную уборку с применением чистящих средств в помещениях общего пользования теперь должны проводить ежедневно. Подробнее о новых правилах расскажем в следующем репортаже. Уборка в подъездах – это часть содержания общедомового имущества, за которое платят собственники жилья. Пункт 126 о ежедневном мытье полов в подъезде новых санпинов эксперты назвали самым резонансным, так как частота уборки напрямую связана с оплатой труда коммунальных рабочих. Вода на полив земельного участка – тоже дополнительные расходы. Это повлечет за собой увеличение суммы в платежках. Собственники должны на своем общем собрании принять решение о том, какой размер платы они готовы вносить за содержание общедомового имущества. Только собственники должны это все контролировать и осуществлять. Это средства собственников. Как пояснила заместитель председателя Ассоциации многоквартирных домов, в Сарове ситуация другая. В советских времен муниципалитет утверждал и по сей день утверждает размер оплаты за содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, делая различные категории в зависимости от благоустройства. Новые санпины будут действовать 6 лет – до 1 марта 2027 года. В них вошли в том числе требования к содержанию площадок для накопления ТКО, качеству питьевой воды, содержанию зданий и помещений при домовой территории. Исполнителем этих требований является либо управляющая организация, либо товарищество собственников. Плательщиками данных услуг, заказчиками являются собственниками. Но если будет установлен факт нарушения санпина, то наказание понесет либо управляющая организация, либо товарищество собственников жилья. Пандемия научила людей быть требовательнее к уборке помещений и территории. На собственном опыте человечество убедилось, что распространение болезни можно остановить, соблюдая санитарно-гигиенические правила. Дорожно-эксплуатационное предприятие приступило к ямочному ремонту дорог. Весной для ликвидации Выбоин использует специальную установку – рециклер. В ней готовится временная смесь, которая позволяет содержать дороги в нормативном состоянии. Для того, чтобы смесь быстрее застывала, рабочие присыпают свежие заплаты снегом. В среднем один рециклер вырабатывает около трех тонн смеси за смену. На ликвидацию ямы площадью 1 квадратный метр и глубиной 5 сантиметров уходит 120 килограммов. Директор ДЭП Василий Ласточкин отметил, что если не проводить этой процедуры сейчас, то к наступлению тепла ямы станут еще больше. Больше придется и тратить асфальта на ремонт летом. Кроме того, подобные ямы могут быть причиной ДТП. Горожане могут сообщать о наиболее сложных участках дорог по телефону специальной горячей линии 993-39. Все пожелания ДЭП внесет в график временного ремонта. С наступлением тепла и началом работы асфальтного завода рабочие проведут полноценный ремонт дорожно-транспортного покрытия, а все временные заплаты заменят на постоянные. Южный обход «Разамаса» построят ко второму кварталу 2023 года. Конкурс по выбору подрядчика уже объявлен. Длина новой двухполосной дороги составит 9,5 километров. Проект предполагает создание двухуровневой развязки, двух кольцевых перекрестков, двух мостов и двух путепроводов. За три года на объект планируют направить более 3 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Строительство магистрали – очередной этап развития паломнического туристического кластера «Разамас-Дивеева-Саров». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Средняя зарплата в Нижегородской области составила 37 448 рублей в 2020 году. Это на 4% выше уровня 2019 года, сообщило Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области. По данным ведомства, положительная динамика заработной платы отмечена в сфере информации и связи, транспортировки и хранения, обеспечения электрической энергией, газом и паром. В отраслях социальной сферы также наблюдалось увеличение оплаты труда в здравоохранении, социальных услугах и в образовании. С 1 апреля в силу вступят новые правила прохождения экзамена на получение водительских прав. Проведение практических экзаменов на легковых, грузовых, автомобилях, автобусах и составах транспортных средств возможно только в условиях реальной дорожной обстановки. Правила проведения практического экзамена на право управления мотоциклами, мопедами, квадрициклами и трициклами пока не изменятся. Центр внешкольной работы проводит ежегодный городской конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности» для саровчан в возрасте от 5 до 18 лет. Участвуют работы художественно-изобразительной и писательской направленности. Все вопросы о порядке проведения можно задать по телефону 9108-104. Средняя температура воздуха в марте в Нижегородской области будет держаться в пределах многолетних значений – около минус 2-4 градусов Цельсия. Однако осадков выпадет больше нормы. Как отметила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидромедцентра Ольга Макеева, радоваться наступившей весне пока рано, так как волны холода в марте еще будут. У синоптиков март – это месяц холодного еще полугодия в наших широтах, и нынешнее 8 марта будет морозным. Но ничего страшного, поскольку нам подарят мужчины и тепло, и нежность, и безграничное внимание. Говорить о том, что снежный покров скоро сойдет, пока преждевременно, предположительно, он продержится до апреля. Для того, чтобы снег растаял, нужны не только дневные положительные температуры, но и ночные. Обычно это происходит во втором весеннем месяце. Пенсионеры вышли в онлайн. По инициативе депутата городской думы Михаила Савина в Сарове прошел дистанционный конкурс исполнителей преклонного возраста. Победителей в разных номинациях наградили на праздничном концерте в Совете ветеранов. Благодаря проекту Михаила Савина саровские пенсионеры развенчали миф о том, что интернет-пространство доступно лишь молодежи. Конкурс «Праздничный дебют» привлек внимание пожилых горожан и раскрыл их творческий потенциал. Мы уже несколько лет работаем в городском Совете ветеранов. И приятно видеть, что очень творческие, активные люди. И вот это время наше сейчас, последний год, очень тяжелое, когда пожилые люди были лишены общения, активности какой-то, которой им хотелось бы. Мне пришла в голову идея в рамках дистанционного нашей всей жизни, перехода в дистанционный, провести также дистанционный конкурс для творческих коллективов микрорайонов Совета ветеранов. Тематика – поздравления к 23 февраля и 8 марта. Пенсионеры снимали вокальные номера, чтение стихов, отправляли их на суд жюри. Принимали участие 5 микрорайонов Совета ветеранов. В основном, конечно, они исполняли песни, то есть русские народные, памятные песни, песни поздравления к 23 и 8 марта. Также исполняли стихи. Стихи, посвященные женщинам, посвященные Великой Отечественной войне. Юлия Павловна Шлаитова записала на видео стихотворение «Письма с фронта», которое она сочинила сама в память об отце, погибшем в 1942 году. Представители КПРФ выложили работы участниц в группе ВКонтакте на открытое голосование. Большой отклик получила видео именно Юлии Павловны. Женщина стала победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Михаил Савин наградил лауреатов почетными грамотами и призами, а также поздравил всех с праздниками. Цветы входят в число самых популярных подарков, которые преподносят женщинам на 8 марта. Это уже традиция в семьях, рабочих и учебных коллективах. Однако порой даже самые опытные мужчины впадают в ступор при виде многообразия ассортиментов в цветочных магазинах. 8 марта – самый нежный и женственный праздник. Он олицетворяет красоту, нежность, трогательность, заботу и ласку. В этот день традиционно все женщины получают в подарок цветы. Оформленный со вкусом букет позволит мужчине проявить теплые чувства, любовь, уважение и подарить массу положительных эмоций дорогому человеку. Мода на цветы меняется из год в год, но базовые вещи неизменны. Вообще любят то, что долго стоит. Дольше стоит, это, конечно, хризантема. Но, опять же, за любым цветком нужен уход. Но все зависит от вкуса. Кто-то, опять, нежные сборные, кто-то чисто хризантема, одна гортензия в упаковке как-нибудь красиво. Поэтому все индивидуально. Языком цветов можно рассказать о своих чувствах. В викторианскую эпоху его использовали для тайного признания в любви в тех случаях, когда о ней нельзя было говорить открыто. Белый цвет в букете означает молодость, нежность и невинность. Красный – сильную страстную любовь, а лиловый выражает покорность. За любыми цветами и композициями нужен уход. Флористы советуют подрезать цветы каждый день и менять в вазе воду. Нельзя ставить их туда, куда падают прямые солнечные лучи или близко к батарее. Лучше держать цветы в прохладном месте. Также в цветочных магазинах можно приобрести специальные таблетки, которые нужно добавить в воду. Они позволят сохранить жизнь цветов дольше. Энергия против политеха. В очередной игре в рамках чемпионата города по баскетболу встретились один из лидеров турнира и команда, занимающая последнюю строчку. О том, как проходил матч, расскажем в следующем репортаже. Вышли на финишную прямую. До завершения чемпионата города по баскетболу остаются считанные дни. 4 марта на паркете встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы – команды «Энергия» и «Политех». Игра идет, наверное, с преимуществом «Энергия», но ребята с «Политехом» дают бой этой команде. Думаю, что еще борьба будет. Все-таки маленько, как сказать, класс энергии команды повыше, чем «Политехо». Ну, самоотверженность ребят молодых, я думаю, должна все-таки сыграть свою роль. Самые преданные фанаты баскетбола смотрят на игру немного иначе. В ней они видят танец, исполнить который безупречно удается не всегда. Когда одна команда играет немного рвано и агрессивно, а другая двигается неспешно, но слаженно, ритм танца сбивается. Но эстетику игры видят профи, а зрители наслаждаются соревнованием. Артем Гусев собрал команду «Энергия» четыре года назад. Их цель на чемпионате – не победа любой ценой, а возможность заняться любимым делом. Призовое место в турнирной таблице – приятный бонус. Вы знаете, когда я сюда зашел, в зал сегодня, я посмотрел предыдущую игру. Мне показалась очень быстрая игра, какая-то прям нервная. Соперники друг другу не уступают, ну, вплоть до того, что сейчас драться буду. Минут 15 прошло, пригляделся, примерно все стало медленнее. То есть, когда долго не смотришь за соревнованиями, а какое-то там участие не принимаешь, кажется, что все бегают как будто в НБА. Игра закончилась со счетом 80-60 в пользу команды «Энергия». В следующий четверг, 11 марта, встретятся лидеры чемпионата – команды «Звезда» и «Полет». Самый красивый праздник – 8 марта, день, когда все девушки и женщины преображаются и расцветают. Во-первых, потому что, наконец, закончилась зима, а во-вторых, в этот праздник комплименты прекрасной половине человечества не иссякают. Что подарить любимым, чтобы красота стала их постоянным спутником, расскажем в следующем репортаже. Естественная красота и здоровье в моде всегда. Чтобы сохранить их надолго, важно правильно ухаживать за своими лицом и телом. Возможности современной медицинской косметологии практически ничем не ограничены. Повернуть время вспять и стереть с лица 10, а то и больше лет. Поведить акне, избавиться от шрамов и пигментных пятен. Похудеть без изнурительных физических нагрузок и добиться идеальной гладкости кожи. Все доступно. А качественный и долговременный результат вам гарантируют в сертифицированных медицинских центрах. В Сарове – это медицинский центр «Шоколад». Здесь вам предложат полный спектр процедур, которые быстро и безболезненно помогут достичь гарантированного результата – здоровой и красивой кожи и подтянутого тела. Флагманские процедуры в косметологическом уходе – карбокситерапия и мезотерапия. Безболезненные и эффективные подходят мужчинам и женщинам, решают огромный спектр эстетических и медицинских проблем – от регенерации тканей до удаления пигментации попелом и угревой сыпи. Ультразвуковой аппарат для омоложения лица и тела «Альтерасистом» – еще одна методика омоложения. Доставляя ультразвук на нужную глубину, «Альтерасистом» безупречно подтягивает проблемные зоны – будь то овал лица или подбородок, шея, линия декольте, внутренняя поверхность бедер, плеча или колена. Хорошей профилактикой мимических морщин станут инъекции ботокса, а с признаками увядания кожи, увеличенными порами, угрями и воспалениями справится карбоновый пилинг. ЛПГ-массаж решает целый ряд медицинских и эстетических проблем, позволяет устранить жировые отложения и проявление целлюлита, устраняет спазмы в мышцах и боли в спине. Еще одна востребованная процедура медицинского центра «Шоколад» – лазерная эпиляция, ну а подчеркнут вашу красоту мастера маникюра и педикюра. А еще в «Шоколаде» специалисты-косметологи подберут для вас домашний уход – профессиональную косметику, которая надолго позволит сохранить эффект от косметологических процедур. Любая из процедур станет желанным подарком. Медицинский центр «Шоколад» предлагает подарочные сертификаты. Вам больше не нужно ломать голову, чем порадовать любимых 8 марта. Дарите красоту, ее много не бывает. Медицинский центр «Шоколад» – проспект Мира, 3, телефоны 757-87 и 701-31. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова